Всем привет! В этом видео у нас будет краш-тест. Очередной, но не простой. Значит, у меня здесь старенький-старенький шлем, который сделан не очень хорошо. И он сейчас не закален. И в этом видео мы проверим, как ломается шлем, который не закален, а потом закалим его, сделаем его без отпуска и побьем. То есть мы сделаем умышленно бракованный шлем. И проверим, как он будет разваливаться, разламываться и вообще, скорее всего, разлетаться на осколки. Потому что без отпуска сталь хрупкая, как стекло, и должна просто поразлетаться, как от взрыва. Марка стали здесь то ли 65Г, то ли 45-я. Делалась давным-давно, лет 5 назад, уже не помню, что за марка стали. Значит, шлем сварной, но сварка не закончена. Вот здесь внутри всегда я провариваю шлем, так что шлем вдвойне будет бракованный. Нету внутри дублирующего шва и закалка будет без отпуска. А спонсор этого видео Игорь Парфентьев из Бугурт Технологис. Вот такие бугуртные убивакли вы можете приобрести по ссылке в описании. Игорь Парфентьев является профессиональным бугуртным спортсменом и понимает, что нужно мужику для счастья в бугурте. Он разрабатывает бугуртное оружие, а в особенности двуручное древковое. Потому как сам дерется с ним и показывает очень-очень эффективные результаты. А чтобы убедиться в этом, пройдите по ссылке на его YouTube-канал. Ведь Игорь уникальнейший боец, который снимает бугурты из боя. У него в шлеме монтирована камера GoPro и получаются просто самые сочные кадры из самых жестких заруб. Информация про бугурт Тех и Игоря Парфентьева по ссылкам в описании. И настойчиво рекомендую ознакомиться с его видео. Так вы сразу поймете, что такое бугурт и ломается ли шея от удара вот такого двуручного топора. Ну а тем временем переходим к видео. Некаленая сталь толщиной 2 мм. Тут у меня изолончик, который будет имитировать голову человека на немного шатающемся столбе. Вставляем GoPro для жирных кадров. Есть, запись пошла. Боец готов. Итак, одноручное древковое. Топор и шестопер. По бугуртным правилам шестопер на основе железной ручки запрещен. Поэтому все шестоперы делаются на деревянной ручке. Топоры то же самое, но топоры изначально как бы всегда садились, устанавливались на деревянную рукоять. Вес топора 900 грамм, вес шестопера 940 грамм. Сейчас пару разиков жахнем, посмотрим, что получается. Цепочка походу мешает. Сейчас, сейчас еще раз. Ну вообще вмятина есть. О! С двух рук. Ну малюсенькие вмятинки есть. Но жить с таким можно. В бугуртах это вообще не страшно. Так, сейчас у меня обычный топор. Но острый. Это не бугуртный топор, это топор, чтобы рубить дрова. Очень часто в фильмах видно, как, блин, бедные доспехи просто разрубаются, разрезаются каким-нибудь аниме мальчиками, вообще даже какой-нибудь катаной. Короче, ни хрена такого не было. Вот у нас острый топор, вот у нас 2 миллиметра стали. И попробую повторить то, что нам показали в Ведьмаке, где бедному рыцарю проламывают примерно вот таким топором череп и шлем. Я попал вот этой бородой, и у меня здесь малюсенький разрез, малюсенький. Так, я буду бить сверху сейчас. И это довольно опасно, потому что если у нас оружие соскользнет, а оно соскользнет, потому что доспех скользкий, можно попасть себе как бы по ноге. Не, шлем просто мнется, вот сверху я ударил сюда, попал просто лезвием, просто вмятина. Никакого там разрубания, разрезания нету и не будет. Ну а теперь бугуртная древковая. Вот мне этот топор больше всего у Игоря понравился. Я прям сразу ему, как только увидел, сразу попросил именно этот топор взять, потому что он красивый и функциональный. Его вес 3 килограмма 360 грамм. Это спортивное оружие, поэтому его форма видоизменена. Все острые выступающие углы скруглены. Понятное дело, заточки здесь нету. Толщина лезвия здесь примерно 4 миллиметра, хотя вроде допускается до 3 миллиметров максимально узкое лезвие. Есть вот такой молоточек. Есть красивенький крестик, мне очень нравится по дизайну. И вот такая выступающая загогулина. Она является отсылкой на артефакт. Оружие сделано аккуратно. Замотано здесь вот веревочкой, здесь специальной матерчатой лентой. Удобно держать, хороший баланс. Но скорее всего, вот это бугуртное оружие, оно тяжелее, чем средневековые аналоги. Так как в бугурте ударно-дробящее воздействие, это самое эффективное для того, чтобы повалить на землю. Задача в бугурте повалить противника на землю. Никакое фехтование одноручным мечом или чем-нибудь таким легким в этом вообще не помогает. Поэтому у бойцов вы чаще всего можете заметить или тяжелые фальшоны, или тяжелые топоры, или алебарды, шестоперы. В общем, фехтования там нету. Там есть жестокий взрослый мордобой. И это круто. Ну что, давайте разик ударим. Очередная вмятина. Далее у нас топор палача. Три килограмма. Этот топор сделан на основе существующего в средневековье топора палача. По некоторым данным, этим топором, ну не этим, а этим, который артефакт, убили более 300 людей. То есть казнили. И в наши дни этот артефакт хранится в музее. Ну и Игорь создал бугуртный такой топор. Особенность топора. А, кстати, я не профессиональный бугуртный боец и не особо там даже боец. Я просто кузнец-доспешник и со своей стороны что-то понимаю, что-то не понимаю. В общем, здесь нюанс один. Лезвие довольно далеко вынесено вперед. Что это значит? Значит, во-первых, можно хорошенько отцеплять, если это разрешено правилами. Не уверен, что это можно делать. Вот. У нас есть зацеп. Можно также толкать. Но толкать в бугуртах вот так точно нельзя. И самое вкусное, в бугуртах очень часто люди бегают со щитами. Таким топором можно банально ему чпокнуть в голову. Потому что заход за щит довольно длинный. Поэтому топор с такой изюминкой. Но за счет того, что у нас центр соприкосновения вынесен довольно вперед, высокий шанс того, что при ударе вы ударите немного неперпендикулярно. И топор просто съедет и сыграет. То есть не перенесет, не нанесет слишком сильного дэмэджа. Поэтому попадать таким топором нужно четко, перпендикулярно, чтобы была отдача хорошая. Сейчас я попробую это сделать. Ну, просто вмятина. Но, скажем так, я не профессиональный боец. Я не тренируюсь каждый день. Не посещаю тренировки. Поэтому мои удары могут быть слабее, чем бойцов, которые тренируются бить двуручным древковым оружием. Хотя, замечу, что поскольку я кузнец, я очень часто работаю молотком. А движения там очень похожи как на двуручные топоры, одноручные, так и на молоток, которым я работаю. А здесь у нас стилизация полокса. 3 килограмма 140 грамм. Особенностью этого полокса является то, что он как камертон. Слышите? Он дает определенную ноту. То есть, если вам нужна определенная нота, вот вы музыкант, то вам нужно всего лишь носить с собой вот такой полокс. И при необходимости вы просто подходите к человеку. И вот так вот. Ты живая? Камера целая, просто вылетела. Сейчас мы ее скотчем заклеим. Там даже внутри что-то звенит еще. Так, давайте еще раз, эта камера начала выскакивать. Так, я еще раз бью, а вы пишите в комментариях, какая нота звучит. Блин, а что она так бьет сильно? Второй раз камера вылетает. Вот что-то я вроде бью одинаково сильно, но почему-то этой железякой у меня прямо аж столб падает. Камера нахрен вылетает. Какая-то бугуртная магия. Так, давайте я сейчас устойчивее поставлю, чтобы она так не прыгала. Блин, скотч порвало. Камера, тебе осталось чуть-чуть, чуть-чуть потерпеть. Та-дам! Все узнали, что это за топор? Есть кто-нибудь, кто не знает, чей это топор? Так, это топор из трилогии «Властелин колец». Это топор Гимли. Это фэнтези-вселенная. По «Властелину колец» профессора Джона Толкина, который является вроде как родоначальником жанра фэнтези. И самое интересное, что в бугуртных боях, то есть в самых профессиональных бугуртах и турнирах, не допускаются фэнтези-доспехи и, возможно, и фэнтези-оружия. Не знаю. Но фэнтези-вселенная многим нравится. И я думаю, что это хороший повод задуматься над тем, а почему бы не делать бугуртные доспехи и не драться в них. Это интереснее и красивее. 3 килограмма 320 грамм. Довольно далекий вынос вперед. То есть, если удар не поставлен четко и точно, то большая вероятность того, что у вас просто скрутится оружие и инерция не перейдет вся в тело противника. Ну, я попробую сейчас. Ну, вот полоксом я больнее бил почему-то. Возможно, с непривычки, возможно, что-то не умею, что-то не понимаю. Но оружие прикольное. Красивое, узнаваемое. А, да, видите, я сейчас бью постоянно как бы сбоку. Ну, я реально немного боюсь за то, что оружие пойдет вниз и ударит меня по ногам. Сейчас я постараюсь аккуратненько сверху нахлобучить его. Неплохо. Как бы мне разогнаться так, чтобы ввалить хорошенько. Чтоб в камеру не попасть. Нет, так я попаду в камеру. Ну, и самый типичный представитель древкового оружия. Алибарда. Алибарда в бугуртах это что-то типа слонобоя в контрастрайке. Бьет сильно, больно, но не так часто, как одноручное оружие или щит. Одноручное оружие и щит добавляют возможность бить одной рукой и второй рукой. Самый сильный удар алибарды, он длинный, тяжелый и больный. Но есть одна загвоздочка. Когда боец перехватывает вот таким образом алибарду, у него появляется возможность работать и одним концом, и другим концом. Поэтому сказать, что алибардов точно проигрывает в скорости ударов нельзя. Вес этой бугуртной алибарды 3 килограмма 180 грамм. Я повторюсь еще раз, что средневековые аналоги почти во всех случаях были легче. Потому что в бугурте у нас веселый мордобой и желание угандонить посильнее противника так, чтобы он упал, но не умер. А в настоящей войне нужно понимать, что это, во-первых, маневры, это поход, это пересечение пешим строем лесов, полей, рек и так далее. В общем, множество проблем. И если на вас очень тяжелая амуниция, то до места боя вы доходите уже просто ходячим фрагом. Вам тяжело, вы не можете просто нормально сражаться после тяжелого перехода. В то же время, как ваши оппоненты, если у них более легкие доспехи и более легкое оружие, просто порубят вас на куски, потому что они не такие уставшие. К тому же стоит заметить, что если одна алебарда весит на одну треть больше, чем вес алебарды у оппонентов, у врага, то можно сказать, что за то же количество железа у врагов будет на одну треть алебард больше. То есть оружие можно сделать больше, если оно легче и меньше идет материала. Это логично. А перевес в одну треть воинов, вооруженными длиннодревковым оружием, это серьезнейший аргумент в пользу того, чтобы не делать их здоровенными дуриндами, которых вот так вот ты поднимаешь, бьешь и проваливаешься, а сделать их увесистыми, но в меру, чтобы можно было и хорошенько приложиться с двух рук, но при этом быстро поднять его, быстро поднять наверх, чтобы нанести еще один удар. То есть количество ударов возрастет. Само лезвие не прорубит доспех. Скорее всего, даже не пытались прорубить. В доспехе часто есть щели. Даже если это полный доспех. А полный доспех был далеко не всегда на воинах средневековья. Алебарда это очень многофункциональный инструмент. Тут есть и рубящий топор, которым можно эффективно рубить плоть, или воинов, которые одеты в стегонки, как я. Потом есть шип, который для укола. Это самое простое, наименее энергозатратное действие. То есть мы встали в строй и просто колем противника. Никаких там подъемов не надо. Оружие всегда перед вами. Вы можете им блокировать, уводить в сторону вражеские копья или алебарды. И при этом раз и укол. Раз и укол в лицо. Кроме этого, есть очень веселый сюрприз для любителей конной атаки. Крюк. Этим крюком, во-первых, вы можете врубить куда-нибудь подмышку, в горло, в какую-нибудь щель, которую вы найдете. Но самое главное, зацепили эту падлу, дернули на землю. И тут уже раз, два. И закололи рыцарька. Так что, то, что ты там благородный господин, с голубой кровью, далеко не всегда значило то, что тебя возьмут в плен и продадут. Фламандские пехотинцы, швейцарские наемники не считались с этим, если у них был приказ зарубить насмерть. Рубили и рыцарей, и обычных простолюдинов. Так, давайте ударим сверху вниз. Вот самый такой стандартнейший удар. Так, раз, два. Так, сейчас мы спрячем все, все, что ценное, чтобы не ударить. О, хорошо вмятина. А теперь сбоку. Камера почти вылетела. Но еще держится. Давайте еще раз в бочину. В бочину оно весело. О, и камера вылетела. Вот. Живая? Живая, хорошо. Вот шлем, который не закален и побит бугуртным оружием. Здесь есть один удар, который немного разорвал поверхность. Это удар бородой острого топора. Да, есть небольшая вмятина, но ничего такого сверхъестественного или опасного для человека даже здесь нет. Заметьте, что внутри дублирующего шва нету, который мы всегда делаем, когда делаем бугуртное снаряжение. Но даже так по шву не треснуло, хотя шов еще и зачищен. То есть мы проварили и сошлифовали сварку. Сейчас я его немножечко подрихтую и будем его колить. Вот это место я сейчас не буду рихтовать, потому что все равно шлем, ну скажем так, на убой. Есть! Опа! Так, сейчас у меня в печке 780 градусов. Дождемся примерно 820-830 и закалим на воду. Что очень нехорошо для стали 65г или даже для 45-ой стали. Она может банально просто лопнуть, пока я буду колить. Посмотрим. В печке уже 830 градусов и это означает, что надо колить. Я очень надеюсь, что он не треснет банально при закалке. Потому как эту марку стали вообще рекомендовано колить на масло. А я буду колить сейчас на воду и очень агрессивно и неправильно, специально нарушая технологию. Ну что, поехали. Так, шлем вот закален. Только-только из воды, из печки. Пока не треснул. Так, ну я надеюсь, что здесь хотя бы не сталь 3, а то вдруг там дело давно было. Вдруг тут какая-нибудь сталь 3 была и я вот это... Сейчас распинался, рассказывал. А ну... Да. Видите? Один легусенький ударчик. И уже вот. Там видно интересно? Вот. Зерно укрупненное немного. Прямо сейчас, если я его просто, хоп, уравню, то он может разбиться. Такое изделие на голове бойца в бугурте, это очень-очень опасно. Один удар, такой шлем может выдержать. Но есть шанс того, что не успеют заметить. И второй, третий удар, это уже будет просто смертельный удар в голову человека. Откровенно говоря, у меня пару раз было, когда я отдавал плохо закаленный шлем. Он был с отпуском, но не очень правильным. После этих случаев, их было два раза всего лишь, я начал к каждому изделию, которое калю, вешать свидетеля. Это означает, что я вешаю такой же материал стали, который после закалки ломаю, удостоверяясь, что закалка прошла. То есть он вот такой хрупкий становится шлем. И после отпуска я этот же материал, свидетель, ломаю еще раз. И тогда он должен мне показать, что он гнется, но при этом ломается только при сгибании более чем на 90 градусов. Вот так я избегаю вариантов, когда у человека случайно, из-за человеческого фактора, вот так вот вышло, что шлем пошел человеку, который не до конца отпущенный. Но даже в этих случаях мои шлемы не сыпались вот таким образом, что бам и полетела трещина. Они еще гнулись, но уже при сильных ударах появлялась маленькая трещина, или же длинная, но не было трещин как молния. Здесь, скорее всего, будет сейчас трещина как молния. То есть удар и просто во все стороны должно разлететься. Еще был случай, когда мне приехала партия листов просто бракованных. Покупал партию 65Г, тогда это была китайская партия. По каким-то причинам в процессе работы у меня шлемаки просто, вот я вот ее делаю, кую, и у меня шлемы лопались. Я подумал, что, наверное, что-то я не так делаю, потому что, ну, я обычно делаю, они не лопаются. Тут раз лопается, наверное, нужно аккуратнее работать. Но потом я решил проверить этот купол. То есть я сделал купол, ударил его, он показал хороший результат. Он не проломался, принял в себя удар, ну, как нормальная сталь. Потом я его порихтовал, и в процессе рихтовки у меня в месте удара образовывается трещина. То есть сталь, которая не поддается, вот ударили, вернули, ударили, вернули. Мы должны иметь возможность пару раз починить шлем. То есть побили его, помяли, вернули. Не должно быть трещины. То вот с этой бракованной сталью, не с этой, с другим вариантом, вот была такая ситуация, что бьешь, рихтуешь, трещина, все. И таким образом у меня просто улетело вот в пустоту три шлема примерно. Причем один из этих шлемов, это был Армет, который полностью оказался уже сделанным. И все, пришлось делать по-новому. Так что проверять за собой закалку, качество стали нужно. Иначе могут быть очень серьезные последствия. Слава богу, что у меня до такого не доходило. И мне встречались пару фотографий, когда именно поломали шлемы на бойцах. А причиной всему этому кто-то не досмотрел. То ли термист, то ли кузнец, неизвестно. В общем, я калю у себя. То есть я могу раз, закалил, проверил. Чаще всего калят на заводах отдельно, договариваются где-нибудь там, чтобы закалили. И вот просто так вышло, что человек по каким-то причинам не сделал отпуска. А потом этот шлем пошел бойцу на голову. И там его встретили вот такими двуручными алебардами. Ну что, короче, пошлите проверять, что с этим шлемом будет, если его хорошенько так бахнуть двуручным древковым топором. Погнали. Блин, а чем теперь бить? А вот есть гномский топор. Вот есть музыкальный полекс. Вот есть стандартная алебарда. Вот есть исторический топор с крестиком. Топор палача. Короче. Энни, Бенни, Рики, Факи, Бульбульбулька, Ляма, Ляки, Эус, Беус, Кисра, Деус, Битс, Бас. О! Мой самый любимый топор. Супер. Топор есть. Шлем есть. О! Камеру включаем. Знаете, самому немного стрёмно. Сейчас он вылетит ещё в черепину, блин. Лучше перестраховаться хоть немного. Верхняя часть черепа важнее, чем лицо, правильно? Так. И да, рукавички. Эх! Шлемочок, шлемочок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, разлетелось вообще как, блин, взорвалось, как я и говорил, что взорвется нахрен. Сейчас теперь надо пособирать его. Блин, там столько кусков поразлеталось. Раз, два. О, еще кусман. Опа. Вообще на 5 метров улетело кусок. Вот здесь аж. Не, ну что можно сказать, топор клевый. Это понятно. Еще осколочки. Вот тут получается раз большой кусок, два большой кусок. Еще есть трещины. Вот маленькие кусочки. И еще большая деталь. Шлем, который закален и без отпуска, разлетается вот буквально на тысячи таких осколков мелких. Какие можно выводы сделать? У меня есть подборочка. Вот несколько фотографий, где видно бракованные шлемы, которые пробиты в бою. Представьте себе, пробиты в бою на человеке. То есть там был живой человек внутри, его бахнули. У него просто выпал кусок шлема. Так вот, если бы там был перекален шлем, как я сейчас сделал, то есть закалили и просто забыли отпустить, эффект был бы точно такой же. То есть на нем бы просто, как звезда смерти, бы так взорвалась бы эта хрень и все. Но на этих фотографиях такого не случилось. Скорее всего, или сталь была не такая высокоуглеродистая, то есть она после закалки сохранила вязкость. Возможно, закалка была более мягкая, то есть на масло, например, и вязкость хоть какая-то сохранилась, то есть не разлетается, как стекло совсем. Или же, возможно, при отпуске не додержали. То есть вроде бы дали отпуск, но не полный. В итоге же шлем остался хрупким, но все равно сдержал первый удар. То есть человека он спас все-таки. Мораль всего этого надо проверять. То есть нужно делать сидетели. Если у нас на шлеме задействованы две толщины, надо два сидетеля делать. Если одна толщина, то один. И проверять его после закалки. Один разик бахнули, пошел скол. Все, понятно, закалочка есть. И после отпуска еще раз побили его, вы поняли, что он сохранил закалку. То есть он тверже, чем сырая сталь. И при этом он не является таким хрупким стеклом, что вот один удар, и оно просто поразлеталось. Это самый верный путь для того, чтобы создать нормальный хороший шлем, в котором бойца не травмируют в бугурте, в спорте. Вот огромнейшее спасибо Игорю Парфентьеву из бугуртэч за замечательнейшие топорики, полексы, алимбардочки, которыми сегодня я работал. Также благодарность патронам и патронессам нашего канала. Спасибо вам огромное. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok